Они говорят по-русски, но ненавидят Россию. Ненавидят Россию, правда ненавидят. Как мы все знаем, Путин и российские власти объясняют вторжение России в Украину тем, что Россия якобы спасает и защищает русскоязычное население, которое в Украине страшно притесняют. Но сегодня уже и самые радикальные российские патриоты признают, что русскоязычное население Украины совсем не хочет, чтобы его освобождали и даже наоборот. Жители Одессы, Херсона, Харькова, Мариуполя не только не хотят в Россию, они ненавидят Россию, а российскую армию считают захватчиками и оккупантами. И многие российские СМИ сейчас уже пишут об этом совершенно открыто. К примеру, на днях вышло свежее интервью российской певицы Надежды Бабкиной, и там она рассказывала о том, как она съездила в Мариуполь. И она честно говорит о том, что население Мариуполя совсем не радо приходу России. Вы были недавно в Мариуполе. Что я увидела? Страшное дело. Полная раздолблежка. Сталинград во время Великой Отечественной. Вот дом Павлова там стоит в Сталинграде? Вот весь Мариуполь был такой. Весь. Жаль, Бабкина ничего не говорит о том, кто все это сделал с Мариуполем. Не упоминает, что все это сделало правительство ее страны, армия ее страны. Не говорит о том, что пока Россия не пришла, Мариуполь был целым. Он жил спокойной, относительно мирной жизнью. И превратился он в такие ужасные руины только в результате прихода России. Но зато Бабкина признает, что жители Мариуполя, оставшиеся там еще в живых, как раз все прекрасно понимают. И эти люди прямо говорили ей, что Россия принесла им горе и разрушение. И у меня было перед тем, как начать мероприятие, у меня была встреча на улице. Всяко было. Даже люди более старшего поколения, которые, собственно, знают, что такое Великая Отечественная война, обвиняли нас в том, что с ними сейчас происходит такая, ну скажем, неприятность. Что не забрали их раньше? Нет. То, что с ними происходит. Сейчас? Вообще да. Как-то это не соотносится с тем, что показывают российские пропагандисты, которые пытаются всех убедить, что население Мариуполя просто счастливо и не знает, как благодарить Россию за то, что она сделала с ними и с их городом. И далеко не только одна Надежда Бабкина признает, что русскоязычное население Украины ненавидит Россию. Даже такой фанатичный имперец и рассерженный патриот, как Павел Губарев, открыто говорит о том, что жители Одессы, жители Харькова, городов, которые он сам называл Россией, сейчас Россию ненавидят. Хотя продолжают оставаться русскоязычными, продолжают разговаривать на русском языке. Тем не менее, эти люди Россию ненавидят после всего, что она сделала. После того, как Россия обстреливала эти города, наносила удары, по мирному населению, наносила удары по гражданским объектам, теперь жители этих городов, они настолько ненавидят Россию, что даже готовы идти с ней воевать. Все-таки Одесса и Харьков до сих пор русские города? Или благодаря этому... Ну, они, я же еще раз говорю, они культурные... Ну, они говорят по-русски, но ненавидят Россию. Ненавидят Россию, правда ненавидят. И многие идут воевать, особенно когда вот эта вся бомбежка была по энергетической инфраструктуре, там пошли воевать даже те, кто не собирался. Характерно, что даже уже такие персонажи, как Губарев, открыто признают, что действия Путина дали ровно обратный эффект. И в результате действий Путина Россию в Украине ненавидят теперь даже те люди, которые раньше к России относились достаточно неплохо. Интересно, что Губарев фактически признает также, что вот эти референдумы, которые Россия проводила на оккупированных территориях, являются тоже фейковыми. И на самом деле население этих оккупированных территорий тоже ненавидит Россию и тоже в Россию не хочет. Я сейчас вам скажу то, что я на публику не говорил. В апреле месяце в Херсонщине был проведен социологический опрос. Вот. Нет, не буду говорить о ничего. Передумал. Ну, в принципе, после такого можно уже ничего и не говорить. Думаю, и так все понятно. Раз он не называет результаты, значит понятно, что это за результаты. Понятно, что для России они очень невыгодны. И на самом деле в Херсонской области, в Россию, конечно же, никто не хотел. То есть мы видим, как прямо на наших глазах разрушился еще один миф российской пропаганды, который годами выстраивали. Вот годами российская пропаганда рассказывала, что население Юго-Востока Украины ждет Россию, хочет в Россию. И вот мы теперь видим, что даже уже сами россияне признают, что не хочет в Россию. Россию там все ненавидят. А почему россияне это признают? Потому что это уже настолько стало очевидным, что невозможно это дальше скрывать, невозможно это дальше отрицать. Они просто вынуждены это признать, потому что это объективная реальность. А раз они это признают, отсюда следует и другой простой вывод, что, соответственно, все понимают, и они сами понимают, что Россия не является ни защитником, ни освободителем кого бы то ни было. Россия не пришла никого освобождать, потому что никто не хочет этого освобождения. Россия является захватчиком, который пришел, чтобы захватить, поработить людей, которые не хотят в Россию, которые не хотят, чтобы к ним приходили. То есть фактически уже и сами россияне вынуждены признают себя оккупантами, потому что некуда деваться. Они просто не могут уже дальше отрицать каких-то очевидных вещей. Ну а раз они являются оккупантами, раз они признают, что их дело неправое и сами в глубине души это понимают, то очевидно, что они в итоге потерпят поражение. Потому что когда ты не веришь сам в то, что делаешь, не может быть никакой высшей идеи, которая двигает этими людьми. Они сами понимают, что они не на стороне правды. Правда не за ними, а это, соответственно, лишает их боевого духа, лишает осознание внутренней правоты. И рано или поздно им придется признать просто очевидное, то, что их не хотят, то, что их никто не звал и то, что они проиграют. Друзья, подписывайтесь на канал и обязательно поделитесь видео. Это очень важно, такую информацию распространять, чтобы как можно больше людей знали правду о настроениях в Украине.